Детские спортивные площадки должны быть доступны для детей в любое время года. Как на самом деле обстоят дела по их содержанию в зимний период времени, выяснила моя коллега Александра Литкова. С последствиями сильного снегопада справиться мгновенно просто невозможно. Для этого нужна рабочая сила и соответствующая снегоуборочная техника. А в этот зимний сезон, богатый на метели, в первую очередь она задействована на городских дорогах. После метели детские игровые площадки очень, ну, проблемы убирать, потому что, по сути, там нет ничего, что влияет на безопасность граждан. В первую очередь, естественно, начинаются убираться автомобильные дороги, междворовые проезды, чтобы обеспечить транспортную инфраструктуру. А дальше уже малая техника, мини-погрузчики направляются уже на детские игровые площадки, где это возможно. А ручная уборка, естественно, там, где механизированным способом невозможно убрать. В связи с этим окружные власти предлагают жителям Наринмара альтернативный вариант. Горожанам предлагают самостоятельно убирать территории детских и спортивных площадок и получить на это грант из окружного бюджета. Многие площадки были построены по предложениям ТОСов. Мы варианты, чтобы рассмотрела администрация, чтобы эксплуатировать и чистить эти площадки, предоставлены ТОСом. Жители сами брали бы в свои руки эту очистку территории, смотрели бы, получали на это финансирование. Такой возможностью воспользовались жители микрорайона Мирный. Подав заявку на окружной грант весной прошлого года, ТОС получил 50 тысяч рублей на приобретение снегоуборочной техники. Решение предпринималось именно потому, что зимой 2019 года, 2018-2019 год, были трудности с уборкой детских площадок. То есть у нас площадка была зарощена снегом очень сильно. И именно поэтому у нас пришло такое решение, с советом мы решили, что будем покупать снегоуборщик и своими силами убирать. Конечно, сейчас очень сильно отличается качество уборки прошлого года и этого года. В этом году мы убираем сами. Убирают снег на площадке по мере необходимости и в зависимости от погоды. А занимается этим человек, трудоустроенный центром занятости на общественных началах. За качеством и своевременностью уборки снега на детских площадках следит муниципальный контроль. По словам Дениса Гусева, у предприятия и управляющих компаний есть все возможности для качественной и своевременной уборки снега. Трудности возникают всего организацией. И мы сейчас сделали в этом сезоне акцент на то, чтобы действительно качественно и внимание уделили детским площадкам. Ведь мы понимаем, что в этом вопросе не только муниципальные предприятия обслуживают детские площадки, но и управляющие компании. Для того, чтобы качественно и своевременно убирались детские и обслуживают детские площадки, нужен контроль. Этот контроль есть, муниципальный контроль есть, региональный уровень контроль. Для того, чтобы он качественно функционировал и делал акценты на то, чтобы своевременно, согласно графику, эти площадки были в достойное состояние. В целом, жители Наринмара отмечают, что качество уборки снега стало лучше в последнее время. Вот мы вчера были на детской площадке, которая очень семицветика, но как бы средняя. На самом деле, в выходные, когда гуляли, были вообще улицы отручительно почищены. Вроде погода началась хорошая, а снег как бы не убирали. Вот, но площадку-то можно почистить, потому что на качелях пока детей не покачать. Мы ходим там на Сущинского, в том районе на площадке у нас вроде убирают. Рядом с домом у нас достаточно часто убирается площадка. И мы ходим там неподалеку, тоже большая площадка, вроде убираются. Более-менее. Раньше было, по-моему, похуже. Сейчас вроде лучше стало убирать. Ну, стало, конечно, лучше в последнее время. Больше нигде не гуляем на других детских площадках. Вот так по городу гуляем и всё. Впрочем, как отмечают жители Наринмара, небольшое количество снега на детских площадках всё же должно оставаться. Ведь в относительно тёплую погоду можно и снеговика слепить, и поиграть в подвижные игры. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.